В Тверской области побиты сразу несколько температурных рекордов. На протяжении последних четырех дней столбики термометров достигали отметки в 34 градуса выше нуля, чего не случалось с начала 20 века. При этом из-за аномально жаркой погоды в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Тяжелее всего в такое время людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Впрочем, беречь себя нужно всем и каждому. Последствия теплового удара могут быть достаточно сильными, отмечают специалисты. О чем важно помнить, когда температура за окном зашкаливает. Об этом Никита Васильев. Такого лета Тверь и Тверская область не переживали очень давно. Начиная с понедельника, 21 июня, столбики термометров неуклонно ползут вверх. В четвергу, 24 июня, температура повысилась до 34 градусов по Цельсию, что выше нормы примерно на 10 градусов. Погодные условия не просто сложные, они, отмечают синоптики, экстремальные. Виной тому закрепившийся на территории Верхней Волжья антициклон. Жара, которая стоит на территории области, связана с тем, что потоки в этом антициклоне поступают с южных районов. То есть самых жарких таких, это Бугоградская, Астраханская область, даже, скажем, с низовей Каспии, то есть оттуда Иран-Ирак. Поэтому, естественно, очень жарко. При этом в некоторых районах области температура и вовсе поднималась выше отметок в 35 градусов. Отличились Вышневолодский и Калининский район. Подобная ситуация, говорят метеорологи, будет сохраняться, по крайней мере, до конца текущей недели. Это значит, что жителям Верхней Волжьи в ближайшие дни стоит максимально внимательно относиться к своему здоровью. Получить тепловой удар в такую погоду легче легкого, отмечают медики. А для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, последствия могут и вовсе оказаться трагическими. Таким людям рекомендовано находиться в такую жару дома и желательно с 11 до 4 часов вообще не выходить из дома и беречься. Впрочем, беречься, говорят специалисты, нужно всем людям, даже тем, кто не страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Когда температура бьет рекорды, врачи советуют больше пить, до 3,5 литров в день, до минимума сократить физическую активность, надевать головные уборы, поменьше бывать на солнце. Свои рекомендации на этой неделе опубликовало и Управление Роспотребнадзора. В частности, ведомстве настоятельно рекомендуют не засиживаться в жару на рабочем месте. В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29 градусов на 2 часа. При температуре 30,5 градусов на 4 часа. Также в надзорном органе советуют правильно организовать и соблюдать питьевой режим, воду пить часто и понемногу употреблять в пищу побольше фруктов и овощей. С опаской сильную жару переживают и дачники. Перед ними стоит реальный риск потерять часть урожая из-за экстремальных температур. Спасение, понятное дело, в воде. Количество жидкости в засушливую жаркую погоду, которая уходит на грядки, очевидно увеличивается. А потому, печально рассуждают огородники, если и удастся сохранить урожай, то разоримся на воде.